всем привет сегодня хочу рассказать про алинины процессы алина сейчас нам покажет что она навязала вернее кого она навязала нет не тебя мурзилку уйди тебя не будут показывать звезда вот это у меня остался единорожка из той серии трех единорожков всех уже купили сирененького розового еще одного сирененького этот остался такой вот продаешь да ссылка на алинину группу у меня есть под видео если вы заинтересуетесь алиниными игрушками то можете ей написать какая вам понравилась это марина уже вам подробнее скажет что сколько стоит эту зайку связала вот на днях такая нежная получилась красивого сирененького цвета прикольные большим хвостиком такие купила в магазине штучки от они как бы должна быть на булавочке получается у меня нет таких специальных булавочек поэтому она супер клей сделала а у тебя есть деревянные заготовочки вот ты на единорога пришивала закончить сюда такой подушок а ты просто по цвету до подбираешь понятненько какой собакевич прикольный собакевич он большой да то даже да думаю все видели этот мастер-класс давно хотелось взять такую собачку он на ютюбе нет в интернете просто нашла в интернете по поиску алина ищет обычно в поиск забивает и там ищет мастер-класс ну кое-что поменяла тут туловище по-моему удлиняла и лапки удлиняла вот и так то же самое но и решила ушка такого другого цвета сделать и хвостик это все какой-то в двух цветах только получалось белый бим черное ухо а у нас рыжий бим коричневое ухо и это вот я вязала на заказ енотика вот первый опыт неудачный был он получился очень маленький вот и я решила переделать а вот того маленького оставила и сейчас сделала из него мышку то есть у меня было только от туловище и голова вот я ну доделала немножко получилось мышка то есть это получился твой мастер-класс это ты сама все придумывал молодец вот на нее еще нужно какой-нибудь платьишка взять потому что на юбочку розовую слушай из фатина розовую юбочку как балерина да точно нужно сделать а вот здесь у тебя еще шапочка есть ты собакевич продаешь тоже до продаешь мастер-класс все спрашивают когда алина будет делать ну алина и скоро начнется сессия сейчас зачеты уже началась ну вот опять не получается вот а это что такое лежит что это за мячки это вообще киты вот у них должны быть еще глазки но у меня закончились бусинки нужного размера вот и поэтому заказала в интернете бусинки его жду когда придут они не знаю может еще месяц будут идти так что лежат мне такие заготовки китяток вот у меня в этом институте девочки покупают у меня уже купили штук шесть их наверное они увидели такие вау и крутые мы все брелки сделаем купили такие вот себе крепления для брюков и носят на сумках а на самом деле без глаз без глаз непонятно с глазами они красиво выглядят но нужны бусинки 6 миллиметров 8 миллиметров фотографию поставить нет 6 маленькие 8 надо 8 нужно да мы не нашли такие черные бусинки и ждем я покупала вот в магазине у нас магазин счастья есть а там вот уже три раза я туда ходила в этом месяце и не все никак не привезут 8 миллиметров у них 6 миллиметров там полный прилавок лежит бусина к 8 нету ричарду очень нравятся вот эти мячики он думает это для него игрушки вязаны поэтому их нужно прятать еще сейчас покажет алина пряжу которую мы заказали в магазине клавушка это интернет-магазин но находится у нас в оренбурге нам там выгодно заказывать пряжу по предоплате по предоплате там другая цена я оставлю вам ссылочку под видео на интернет-магазин и на инстаграм в инстаграме часто вывешивают объявления когда совместная закупка пряжи и тогда получается дешево вот алина так номер вот кому надо и 750 до розовые вот такая нежно-розовые пряжи это дефицит надо же я думала она будет прям такая бледненькая но очень яркая на камере да нет такой же цвет чуть-чуть побледнее чуть-чуть побледнее до цвет на жизнь и ярче насыщенно но он хороший он не режет глаз такое все равно он не малиновый такой яркий и вот как и сиреневый вот сиреневый и розовый это самые ходовые цвета которых магазине в наличии практически никогда нет и мы по предоплате заказали причем вышло нам дешевле чем покупать в розницу не почему сиреневый есть есть сиреневый самые ходовые это белый и розовый да ну вот но белый бывает потому что его всегда целую кучу заказывают потому что берут белый вот и я на этот раз тоже взяла еще два белых моточка но я вообще приехала за заказ заказом забрать его вот но решила еще два белых купить потому что у меня заканчивается уже белый а я вот везде практически используют и на китятах и здесь мордочки белые и взяла такие еще цвета дольче так этот цвет 771 он такой какой-то странный мутно-бежевый серо-бежевый пыльно-бежевый да пыльно-бежевый а вот это очень универсальный цвет он для всех животных подойдет единорогов я помню с такого дела да из такого дела а вот и я хочу попробовать и вязать таких же маленьких но черепашек и вот я думаю черепашек то есть у них будет панцирь или разноцветный или вот яркий какой-нибудь а как нижняя часть и лапки с головой будут вот такие я думаю нормально панцирь еще классно будет из пестрого у тебя есть пестрый где вот он пестрый мне он так нравится но он не везде подходит а вот как раз у черепашки панцирь тоже будет классно из пестрого вот ну кто хочет таких вот китят по 150 продаю можете даже ну оптом даже взять допустим сделаю скидку потому что пересылка дорогая но с пересылкой дорого ноги если вот несколько выбрать китят надо их коле в магазин отнести кстати я ходила коле в магазин и сейчас вам как раз вставки сделаю из этого видео потому что я не показывала на жили-были показывал но то что касается вышивки нет поэтому как раз в это видео будет логично эти ролики это из разве хочу еще такого же зайка сделать будет два зайки привет всем я вам хочу рассказать про совместный проект который у нас объявлен группе вконтакте он называется цветущая весна название связано с этой тканью это мурана флер муранов цветочек то есть я хочу показать какие работы возможно вышивать на этой ткани вы можете вышивать на том что у вас есть или сделать заказ в магазине совместник рассчитан до конца мая и в конце мая будет у нас разыгран приз в 1000 рублей сертификат от магазина радуга вышивки так что принимайте участие круто я ссылочку на группу оставлю и на магазин под видео будет ссылочка я по наборам всегда специализируюсь мне сложно участвовать в совместниках в других вот если по наборам я участвую оля вроде у тебя была акция на наборы с 1 по 10 апреля объявлена акция на наборы это вы покупаете наборы и на каждый второй набор в заказе скидка 20 процентов кругу 20 до то есть первый набор с вашей клиентской скидкой это делаете заказ на сайте оформляете я пересчитываю указываю вам сумму к оплате я же женщина слабая неустойчиво сейчас соблазнився так что приходите делайте заказы акции действовать до 10 апреля еще есть время сделать заказ зрители моего канала жили были уже видели на я заезжала коле в магазин радуга вышивки он возле моего дома находится это интернет магазин но мои зрители уже знают если интересно ссылочки я оставлю под этим видео коле я заезжала за подарком который мне передала марина это а пионы по авторской схеме анны петуновой а для меня купила марина вот эту схему и попросила оле укомплектовать мне набор то есть это у меня целиком вот такой набор авторский оля делает нарезку ниток dmc к авторским схемам у нее такая услуга а есть на сайте ну а мне очень удобно мне не нужно ничего пересылать я в любой момент могу прийти к коле и она мне может нарезать такие ниточки вот для меня это очень удобно у нас нитки dmc дорогие я их не люблю мотками покупать вообще я не люблю нитки хранить мотками потому что я в основном вышиваю по наборам редко когда мне не хватает каких-то ниточек и я беру из своей коллекции из остатков которые остаются от других наборов либо моточки у меня есть нитки в основном гамма у меня я не люблю хранить нитки в мотках они очень очень редко мне пригождаются поэтому в целях экономии мне выгоднее нарезать ниточки и вот как раз у меня к этой схеме ниточки нарезаны это линда 27 я уже вышивала на линде 27 у меня цвет правда был голубой молочный на белый да на белый я тоже вышивала а у меня был набор от мари искусницы там была линда 27 я с ней нормально подружилась я к сожалению не смогла попасть на встречу рукодельниц я стараюсь такие мероприятия не пропускать пропускают только в крайнем случае ну вот как раз не получилось у меня попасть на встречу очень хотелось поснимать пообщаться с девчонками и мне передали вот такие подарки хочу поблагодарить огромное спасибо посмотрите какая папка папка это как раз то что нам рукодельницам всегда не хватает причем папка большая сюда большие пяльца уместится и для хранения процессов это вообще идеальный вариант я пробовала хранить в картонных сумочках они занимают очень много места эти картонные сумки и они должны стоять на полке иначе они рвутся и мнутся некрасиво выглядят но вот такие папки самое то причем эти папки дорогие вот видите да эта сторона прозрачная раньше когда-то можно было их купить дешево школьные папочки стоили дешево а сейчас они очень дорогие и под каждый процесс конечно же их накладно покупать и такой красивый рисунок такие бабочки я очень люблю бабочки сиренцы и ты девчонки уже знают мой вкус и вот смотрите какие классные бабочки замечательный рисунок огромное спасибо многие зрители любят уже моих кошек и ричарда и передают им вкусняшки смотрите это для ричарда такие вот палочки вкусняшки это феликс мы как раз таким кормом кормим наших кошек наша киска передает огромное спасибо две наших киски у нас две кошки вот такой вот красивый органайзер деревянный сейчас очень модно деревянные вот такие вот заготовочки органайзеры коробочки в общем очень красивый вот такой вот замечательный органайзер это закладка 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 с павлином это тоже то что я люблю павлины линеечка классная закладочка алина еще не видела может быть ей пригодится такая закладка но я еще не начала вести свой блокнот свою рукодельную тетрадь куда я буду записывать все свои процессы в принципе мне тоже в эту тетрадь вот такая закладочка очень даже пригодится только нужно заставить себя наконец-таки начать свести тетрадь но на самом деле не то чтобы заставить нужно найти свободное время у меня в этом году много работы и в прошлом году много поэтому никак я не могу найти свободное время потому что это не один час работы мне нужно пересмотреть весь свой канал и выписать по датам все свои процессы закончены а также я хочу сделать маленькие фотографии этих процессов и вклеить а в этот альбом потому что многие свои картины я дарила и не все у меня остались в общем хочется чтобы в этой тетради на память у меня остались абсолютно все процессы с первого дня как только я начала вышивать можно конечно начать записывать сейчас но мне хочется в хронологическом порядке все это выписать прям как это было с самого начала в общем очень объемная работа когда-нибудь я обязательно это сделаю это вот такая заготовка принтованная канва принтованная канва это вот такая леечка с цветами садовый садовый такой сюжетик моих любимых сиренево-розовых тонах люблю я сиреневый розовый бирюзовый голубой вот эти цвета у меня вышивки идут лучше всего я не могу оторваться кстати зелень я тоже люблю вышивать некоторые девчонки говорят что зелень их утомляет меня нисколько зелень не утомляет мне нравится вышивать зелень а единственное что я на принтованный не вышивала когда-то давным-давно я пробовала но поскольку значки плохо пропечатаны мне не нравилось но вот здесь я вижу пропечатано хорошо здесь прям совпадают практически вот везде совпадают но здесь нет таких переходов я уже смотрела в общем то все напечатано так достаточно понятно кое-где конечно есть съезжает но в общем то тут не критично вот эта зелень скорее всего полукрестом вышивается тень ну в общем когда созрею я обязательно попробую вышивать на такой конве и вот такая схемка вот такая схемка ричарда такая схемка ричарда мне часто девчонки ищут сюжеты с ричардом но действительно здесь именно наш спаниель очень похож на ричарда так схемку самую не буду показывать она напечатана правда здесь немножечко значки плохо пропечатаны немножечко для глаз сложновато но ничего в принципе можно найти в оригинале эту схемку у меня в общем то принтер есть и когда я соберусь вышивать этот сюжет я тогда эту схемку покрупнее почетче распечатаю для моих глаз покрупнее хочется схему ну действительно наш ричик очень-очень похож не то что похож а действительно это кокер спаниель наш вот наш ушастик будем его скоро стричь мы на лето его стрижем скоро он уже не будет кудрявый будет лысенький но зато ему не будет жарко при нашей сорокоградусной жаре на этом мы заканчиваем свое видео большое спасибо за просмотр всем желаем удачи с вами были Инесса и Алина пока-пока пока-пока и Ричард ну конечно же ты тоже был с нами как же без тебя как же так все показали Ричарда не показали а вкусняшки там тебе еще подарили да ну иди за вкусняшками иди 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 иди